Этот участок федеральной трассы М4 Дон ремонтировали три года. Новые 28 километров дороги протянулись от Батайска в сторону Краснодара. Теперь это современная, безопасная и скоростная магистраль, соответствующая всем мировым стандартам. Четыре полосы первой категории с двумя транспортными развязками и четырьмя мостами. Министр транспорта России Максим Соколов и первые лица Донского региона провели торжественное открытие движения на участке М4 Дон с 1091 по 1119 километр. Итак, движение по реконструированному участку автомобильной дороги М4 Дон открыто. Значение этой дороги возрастает в том числе и с учетом того, что она является не только связующей дорогой с нашим Черноморским побережьем, но дело в том, что с учетом строительства моста в Крым она становится и дорогой, которая будет соединять нас с Крымом. Таких участков на М4 Дон становится все больше. Напомним, почти 300 километров из 354. Всей протяженности федеральной дороги в Ростовской области уже приведены в соответствии с современным темпом движения. Василий Голубев, Максим Соколов и председатель правления компании российской автомобильной дороги Сергей Кельбах также вручили награды и поощрение дорожным строителям Дона. Оформить НИЛС теперь можно за пару минут. Во всех клиентских службах Пенсионного фонда Ростовской области функция выдачи или замены страхового свидетельства теперь запущена в режиме онлайн. Сейчас при внедрении автоматизированного режима регистрации застрахованных лиц сама процедура занимает от 8 секунд до 1 минуты, а общее время приема застрахованного лица занимает от 15 до 20 минут. Это начиная от момента подачи заявления и до итога встречи, до выдачи страхового свидетельства. Раньше для получения страхового номера индивидуального лицевого счета приходить в отделение Пенсионного фонда нужно было как минимум дважды. В первый раз гражданин подавал заявление с копиями документов и только спустя несколько дней получал с НИЛС. Мы сюда пришли, принесли документы. Его, по-моему, свидетельство рождения уже, ну да, свидетельство рождения мы приносили. Вот, наши документы. И, получается, заказывали, ждали две, если не три недели. Но это было в 2012 году. Сегодня Дарья получает дубликат СНИЛСа, так как предыдущий потеряла с собой, нужно было взять только паспорт. Заявление заполняют в электронной форме. Несколько минут и готовый СНИЛС выдают владельцу. От жителей Донского региона уже зарегистрировано 7 тысяч онлайн-заявлений в планах в ближайшее время запустить подобную систему в офисах МФЦ. Из Тольятти в Ростов на один день. Из пяти городов, в которых будет проходить специальный показ теории Большого взрыва, Денис Колесников, один из главных голосов сериала, выбрал Донскую столицу. Видимо, так сыграла судьба. Потому что в прошлый раз мы приезжали, что-то не задалось с погодой. Я подумал, ну надо приехать в Ростов, который славится хорошим, позитивным настроем и солнцем. И вот видите, все получилось в этот раз. Дениса Ростов встретил очень тепло. В день его приезда яркое солнце после продолжительных дождей. Перед встречей с ростовчанами интервью в прямом эфире на радио Ростов-ФМ в программе «Сиеста». Вместе с ведущими вспомнили, с чего начинал основатель студии «Кураж Бомбей». Также говорили о сотрудничестве с российскими компаниями. Денис рассказал и о своих коммерческих проектах на телеканале «Промаут Камеди» и о том, как его голос стал настоящим брендом. Я до этого работал только на интернет-аудиторию, и меня знала только интернет-аудитория. И более того, параллельно теория была показана, по-моему, на канале СТС в какой-то многоголосой озвучке. В плохой озвучке, ну так честно, откровенно. И тут, понимаете, приходит новый телеканал и говорит, Денис, а вот мы хотим показывать именно в твоей... Я причем даже переспросил, я написал, а вы уверены, что у меня одноголосая озвучка, она вам точно подойдет? Они написали, да, именно это нам и нужно. А спустя год после того, как мы вот начали переозвучку первых сезонов теории и сделали эту переозвучку и показали на «Промаут Камеди», поступило еще одно предложение, от которого я уже не смог отказаться, то есть стать голосом канала. Шелдон, Пенни, Леонард, Раджеш, Говард и Лесли в одном лице. Для всех, кто присоединился к эфиру, услышать голос любимых героев оказалось приятным сюрпризом. Слушатели были в восторге. Пишет Сергей, нам привет, Ростов-ФМ, супер гость, я фанат озвучки, супер.